ребят я вас всех рад приветствовать сегодня речь пойдет у нас о том что у меня происходит с маслом с жором я иногда это рассказываю какая у меня картина общая а также поговорим об интервале замены меня иногда даже некоторые упрекают в том что я довольно часто поднимаю мол эту тему мы все знаем но вот друзья я хотел бы прежде вам процитировать один вопрос который я прочел в сообществе toyota в интернете вот я его на телефоне просто здесь не будет видно я его на телефоне вам зачитаю а вам его прикреплю просто так чтобы было удобнее звучит он следующим образом добрый день интересует такой вопрос по машинному маслу двигатель 2 и 4 2 z fe 2007 года двигаясь по городу с оборотами 1500 2 500 и со скоростью 80 100 километров в час масло не подъедается но по трассе 2 500 3 500 оборотов иногда при обгоне 4000 оборотов и скорость 120 140 километров в час масло уходит о боги да ну хорошо за прошлый пробег в 15000 долил практически 35 литра масла машина ты о проходит на официале и льют туда 5 в 30 в чем может быть причина и кому нужно обращаться ну видите ребят то есть такие вопросы существуют и даже для тех кто казалось бы там какие-то вещи вроде бы знает есть другая половина которые не знают и которых действительно это беспокоит уважаемый автор если вы возможно узнаете свои строки я вам хочу ответить на ваш вопрос лично дело кому обращаться вот лично к вам и дело лично вас более по сути дела ни в чем двигатели 2 z fe действительно подъедают масло но если вы уважаемый автор этих строк будете менять масло на 15 тысячах как вам возможно рекомендует невнимательный дилер почему я говорю невнимательный потому что многие дилеры ребят уже прекрасно знают и даже рекомендуют на 2 z масло менять более чаще так вот если вы автор этих строк будете менять впредь и дальше масло на 15 тысячах и так сказать извините чесать затылок что же происходит у вас ситуация будет только усугубляться что вам необходимо сделать по существу во первых вам там я видел рекомендуют уже сразу лезть в двигатель какие-то кардинальные манипуляции делать я бы вам этого не советовал просто сделайте 1 как со 1 раскоксовку двигателя даже в варианте lights знаете как вот у меня была история вы можете посмотреть у меня есть на канале я заливал сюда присадку ходов скую присадку и она мне в какой-то степени помогла в том плане естественно это не волшебство все полностью не уйдет но стало значительно меньше я сейчас вам тоже расскажу сколько у меня на сейчас по расходу то есть вы можете сделать это совершенно иным другим радикальным способом своим ну разумеется с умом радикальным без фанатизма то есть просто попытайтесь сделать раскоксовку очистить там далее прекратите менять масло на пробеге в 15 тысяч потому что этой манипуляции вы сведете просто на нет все свои действия до этого меняйте масло на 7 8 тысячах но до 8 однозначно там в летний период вот сейчас у нас да наступает уже лето до 8 тысяч проведите так если вам это покажется детским садом и мол здесь мы убираем просто интервал и получаем меньший расход нет это не так забегая вперед я сразу вам хочу ответить проведите две замены вот с раскоксовкой на 7 8 тысячах а потом можете сделать свой любимый эксперимент и вы увидите что на ваших 15 тысяч хотя я вам не рекомендую доезжать до 15 но даже вы можете 10 взять и вы увидите что итоговое процентное соотношение расхода масла у вас значительно снизится потому что судя по описанной картине у вас как вы описали ситуация именно ваша если 3 литра вы как пишите на 2z на 15 тысячах у вас картина еще вполне даже поправимая но прошу вас помнить что этот двигатель сам по себе подъедает масло поэтому этой манипуляции вы уменьшите свой ну свой расход масла который автомобиль который двигатель 2z таскать вам делает поэтому попытайтесь сделать возможно таким образом однозначно в моем совете хуже двигателю вы не сделаете то есть вот вот хуже вы точно не сделаете из этой процедуры если вы просто сделаете да там раскоксовочку какую-то легкую и по сути дела при замены масла начнете делать не раньше а так как надо ну вы если откроете даже мануал вот услышьте меня автор я вот по сути дела знаете как если я даже вам помогу это тоже плюс будет потому что многие действительно это знают даже в мануале если вы туда полезете просто многие туда даже не удосуживаются заглянуть там написано интервальность вы ездите по городу соответственно нагрузки на двигатель совершенно иные я сейчас не буду я каких-то видео даже показывал это все рассказывал то есть это не предварительно не ранняя замена это нормальная замена и вы посмотрите на результат ну и теперь что касается так сказать наших моего расхода что касается моего расхода сейчас в пробеге сейчас в пробеге я вам продемонстрирую здесь у меня 5200 ну 5300 считайте я проехал я долил один литр всего один литр то есть у меня было тоже когда-то даже на десяти тысячах под 3 я сейчас долил один литр вот на 5 чем-то замену масла я делаю около семи восьми точно так же и по щупу у меня сейчас я капот дерну и по щупу у меня около около верха на данный момент она немножко уже остыла то есть я тут стоял чтобы она подостыла но тем не менее на холодную примерно так же сейчас я тут открою на счет ребят щуп я вытащил просто одной рукой снимаю не совсем удобно вот видите он не знаю видно не видно надеюсь что видно то есть вот он примерно 90 там процента вот от полного от максимума и это долив всего одного литра то есть и получается у меня замена будет сейчас 5 чем-то ну по сути 6-7 там до через две с половиной образно говоря то есть я на этом спокойненько абсолютно доезжаю сейчас то есть доливаю по сути дела как многие любят а ведь многие именно так говорят там не доливаю или доливаю именно столько до от замены до замены ребят у меня действительно было больше то есть помогло реально помогло и сейчас то есть картина такова которая меня в принципе абсолютно устраивает с расходом с учетом того друзья конечно же что это два а з ф е ребят ну вот такая картина поэтому если да там кому-то даже это поможет я буду очень рад друзья всем удачи добра пока подписывайтесь